Доброго вам настроения и добро пожаловать в Раст, наше приключение номер один. Мы решили немного отдохнуть от GTA и повыживать в Расте, тем более, что он весьма сильно обновился, а учитывая, что последний раз мы заходили в него более полугода назад, думаю, будет интерес. Вы можете записать этот сервер себе и поиграть вместе с нами, если будет желание. А пока загружается игра, я должен вам сказать, что качество видео я поднял до 60 кадров в секунду. Это даст более плавную картинку и вам будет приятнее смотреть. Однако, надо заметить, что с оптимизацией Раста что-то пошло не так. Видимо, разработчики намудрили что-то с движком игры. Теперь раз на моей двухпроцессорной системе начал работать хуже, так что заранее извиняюсь за фрезы. GTA 5, кстати, летает и даже не думает притормаживать. Это что касается оптимизации. Теперь что касается уже самой игры. Сегодня со мной будет выживать моя супруга Флешка, а потом, быть может, подключится еще кто-нибудь. План действий на эту серию такой. Мы добудем немного ресурсов и построим первое убежище. А уже во второй серии начнем путешествовать по карте и развиваться дальше. Теперь давайте перейдем к самой игре. Просыпаюсь. И твою ж мать, вы только посмотрите, какая красота. Я специально выбрал сервер с бустами на ресурсы и возможностью телепортироваться к другу, чтобы не ковырять деревья и камни по полдня. Да и искать друг друга год тоже не хочется. Пробудился я на закат, а это значит, что сейчас придется шариться ночью, что я особо не люблю. Наконец Флешка отправила запрос на телепорт, принимаю. Теперь можно приступать к поискам места поселения. С женскими персонажами пока беда, поэтому ей придется смириться с моделькой мужика. В общем, поднимаемся с берега на горку, приступаем к поиску места жительства. В сражение с игроками вступать не будем, ибо защищаться можем только размахивая своей голой жопой. По пути собираем кустики, чтобы собрать лук. Внезапно за большим камнем мы заметили кабанчика. Отлично, еда. Не зря я сделал копье. Кабанчик сдох, и можно его разделать на всякую всячу. После удачной охоты мы наткнулись на камень, расковыряв который мы получили по каменному тупору и кирке. Теперь добыча ресурсов будет намного быстрее. После того, как я понаделал нам инструмента, мы услышали гул самолета. Смотрим в небо и видим аирдроп, не так-то и далеко, поэтому срываемся с места и бежим к нему. Главное, чтобы никто нас там не поджидал, а то ведь отбиться не получится. Короче, прибегаем, и в нем полное говно. По крайней мере, ничего из запиханного туда нам в данный момент не требуется, кроме только железной брони. А то я вообще пока голожопый, надо хоть что-то напялить. Но, естественно, забрал я все. Потом разберемся, что надо, а что нет. Покидаем место наживы и, наконец, начинает сходить солнце. Флешка увидела впереди кабанчика и попросила меня его усыпить. Лук у меня есть, надо только стрел надыбать. И кабанчик наш. Пока моя жена разделывала его, солнце почти встало. Поэтому теперь и я, и вы хоть что-то будете видеть. Наконец, движемся дальше. На горизонте я вижу что-то похожее на электростанцию. Раньше я такого не встречал. Ладно, посетим ее, когда будет свой угол. Дальше ничего особенного на пути не было. Мы добывали ресурсы и охотились. Кстати, раньше карту нельзя было скрафтить. Как и многие предметы. Типа кодового замка. Но теперь почему-то стало можно. Не знаю, модификация ли это сервера, либо разработчики разрешили. Но в любом случае это хорошо. Увидев такую возможность, я сразу сделал карту. Потом я прибил оленя выстрелом в лоб. И мы продолжили наш... Сразу после мы обнаружили три бочки. Но, к сожалению, ничего ценного в них не оказалось. Наконец, мне приглянулось место под этой горкой, окруженное деревьями и кустами. Мы решили построить наш временный домик здесь. Но когда мы спустились, мы обнаружили, что это не просто гора, а целая пещера. Отлично! Для первого домика подходит идеально. Я сделаю вход в нее, а внутри мы будем жить. Принимаюсь за постройку. Сначала, конечно, каркас. Затем закладываю в него камни и плавлю железо в печках, чтобы обшить все это безобразие металлом. Теперь, наконец, железа хватает. Ставим бронированную дверь и принимаемся за тюнинг стен. Теперь фундамент. Внутри нашей пещеры я делаю спуск и ставлю еще одну дверь с кодовым замком. Наконец, домик наш достроен. И осталось только поставить бочки для сбора воды и повесить табличку, символизирующую владельцев этого хозяйства. А теперь нужно немного вооружиться. Делаю два самодельных дробовика и по 50 патронов каждому. Ну что, друзья, миссия на сегодня выполнена. А мы с вами увидимся уже во второй части этого приключения в раз. Если, конечно, наш дом не зарейдят, а нас не убьют. Спасибо, что смотрели. Ждем отзывы об увиденном. И самое главное, не забывайте подписываться, чтобы не пропустить новые ролики. Спасибо. Спасибо. Спасибо.